Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Ориона и мы продолжаем выживать в Арк Сурвайвл Эголбет. В прошлой серии мы с вами открыли железные инструменты, железный арбалет и железную пику. Так что в этой серии я планирую добыть железо как можно больше, столько, сколько сможет унести наша рапочка. Я сейчас нахожусь в Секвойном лесу, сюда кое-как добежала. Пришлось бежать через болото, а там много змей, но я так аккуратненько, чтобы нас никто не задел. Значит мы находимся в Секвойном лесу, в том самом, где мы были в самой первой серии, ребята. Я помню, что где-то здесь мы находили железо, так что мы сейчас побегаем. К тому же биом для меня новый, мы его так и не осмотрели внимательно. Помню, напугал меня здесь Альфа-Рекс, так что если мы его увидим, то сразу же бежим. Я не уверена, что на рапторе я смогу от него убежать. Ой, какая огромная куча бронтозавров. Целая стая. Целое стадо даже, правильнее сказать. Галимимусы бегают, птеродончики летают. Вроде бы хищников пока что я не вижу. И такие красивые лучи пробиваются у нас утро, ночь уже почти закончилась. Можно факел убирать. Ой, олени ходят, красавцы. Кстати, какой-то олень маленький. Дикий самец, хотя нет, взрослый. Я думала олененок. Ну, какой-то он маленький. И снова хищные птицы. Куча хищных птиц. Бьются с обезьяны. Карна бегает. Так, ребята, где же я здесь видела железо? Нам бы железо копнуть и домой. Галимимус. Привет, дружище. Значит, я взяла с собой только железную кирку и... И факел. Все, больше у меня с собой ничего нет. Поэтому будем только убегать. А, железо. Вот оно. Вот оно, железо. Но здесь ходит карна. Кстати, здесь прохладно. Я смотрю, снежинка. Снежинка, это значит прохладно. Значит, мы будем хотеть кушать. Даже факел не спасает. Мухи привязались. Давайте мух убьем. Рабочка наша справится. Легко с этими гадами. Укус насекомых очень опасен. Потому что, когда нас мухи кусают, у нас скончается выносливость. Они нас, получается, отравляют, и у нас выносливость все идет на убыток сразу же. А без выносливости мы биться не можем. Так, броненосец лагает, стоит. Ну, вроде бы хищников нет. Давайте-ка мы по-быстренькому наберем железо. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой, кошка напала. Долбанная кошка. Рабочка моя, рабочка. Нет, стой. Не делись с ней. Иди ко мне. Да что ж такое? Мне надо на рапу сесть. Рабочка. Рабочка ко мне. Скотина такая, ко мне, говорю. Она ее загрызла? Обалдеть, меня чуть не сожрали. Надо ей поставить пассивный режим срочно. Жуть. Я чуть не сдохла. Так, давайте-ка я немножко покушаю мяско. У нее кости переломаны. Как я ее не заметила? Откуда она вылезла? Так. Я уже боюсь спускаться. Так-то я бы от нее убежала или задрала бы ее на рапторе, если бы она была низкого уровня. Но там хищная птица подходит. Я вот не знаю, справлюсь я с ней не справлюсь. Если она низкого уровня, можно попытаться справиться. Если не получится, то всегда можно убежать. Так, ребята. Я спускаюсь с рапочки. Ставлю ей пассивный режим. А то она начинает бегать, мельтешить. Я просто не смогла на нее сесть. Растерялась, запаниковала. И чуть меня кошка не убила. Убываем железо. Хищная птица здесь. Садимся на рапочку. Она побежала за Галлимимусом. Так. Ну, надеюсь, Галлимимус ее далеко увезет. Железо, железо. Все? Собрала? Там еще железо, вижу, есть. Давайте-ка теперь здесь ковырнем. Пока никого нету. Точно никого нету? Быстро, 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 быстро. Это нам на железные инструментики. Это нам на арбалет. Нам же еще инструменты чинить надо, поэтому надо взять с запасом. Как я уже говорила, взять столько, сколько влезет. Сколько сможет унести наша рапочка. Так, садимся на нее. Теперь камушки я выкину. 60 железа. И что у тебя с весом? У тебя почти перевес, да? Топор выкидываем. Стрелы. Стрелы хочу оставить. Что еще здесь есть лишнего? Ягодки тоже все выкидываем. И можно еще немножечко железа взять. Дальше уже будет опасно. Потому что если у рапы будет перевес, она будет бегать медленно, мы не сможем убежать. В случае, если встретим какого-нибудь опасного хищника. Значит, ребята, будем за железом ходить сюда, в секвойный лес. Вот в эти горы. По-моему... Опа-на, Карна. По-моему, они ближе всего находятся. От нашего дома. Вот еще железячки валяются. Собираем. Если бы мы, ребята, сейчас ковыряли все это дело каменной киркой, мы бы потратили кучу времени. И потратили бы кучу сил. Пришлось бы ее несколько раз чинить. Она бы добывала больше камня, чем железа, чем металла. Так, у нас у рапы перевес. Придется немножечко металла выкинуть. Перестаралась я. Давайте штучек 10 скинем. И смотрим, что у нее. Вот сейчас нормально. Побежали домой. А дом у нас находится там, где красный обелиск. К сожалению, из-за деревьев я не вижу, где у нас красный обелиск. Но что-то мне подсказывает, что надо бежать в ту сторону. Нет, по-моему, все-таки еще перевес у рапочки. Надо бы еще скинуть немножко железа. Ну ладно. Жалко мне выкидывать драгоценные ресурсы. Чуть не погибла из-за них. Так, где плодок ходит? Какой-то зелененький такой. Олень белый. И какие-то хищники бегали. То ли рапторы, то ли хищные птицы. Нет, давайте все-таки железо скину. Что-то мне страшновато бегать. Штучек 5. Нападет кто-нибудь? Нет, все равно перевес. Эх, жадность меня может погубить. Еще штучек 10 скинем. Я думаю, точно этого будет достаточно. Так, ну все, теперь перевеса точно нет. Теперь мы точно сможем убежать. В случае чего. Эх, ребята, вот когда мы оседлаем птеродончика, когда мы поднимемся в небеса, когда будем летать, для нас уже все эти хищники будут, конечно, тоже доставлять неприятности. Но уже не так. Вот я вижу зеленый аэродропчик, и рядом змея ползает. Хочу заглянуть, хочу посмотреть, что там есть. Но боюсь змеи. В принципе, можно попробовать ее задрать, если она невысокого уровня. Какой ты уровень? 12. Деремся. Давай, храбочка, ты справишься. Задрали. Задрали. Умничка. Умничка. Задрала змею. Разделываем на кожу и на сырое мяско. Просто змеи опасны тем, что они могут отравить, и мы упадем в обморок. Просто упадем в обморок, и все. И станем легкой добычей. Что у нас находится в аэродропе? Камни, наркотики я возьму, волокно я возьму, солому, кожу тоже заберу. А вот камни, дерево и кремень я оставлю, потому что они тяжелые. Хотя нет, кремень-то не тяжелый, да? Давайте кремень тоже возьму. А дерево и камень, к сожалению, придется оставить, потому что у них большой вес. Так, бежим домой. Перевеса нету. Вроде бы нету. Ой, аккуратно-аккуратно, так можно упасть и сломать себе лапку. Ох, здесь какие горы. Как бы нам к дому-то выйти? Я помню, что путь надо держать через болото. Поэтому бежим к болотам, спускаемся. И бежим напролом. Сквозь всех мух, всех этих хищников, змеи. Медведь ходит. Ну, медведи, в принципе, сильно не агрессивные, если к ним близко не подходить. Бежим, бежим. Рапочка, бежим. Я смотрю, у нее почти 1 треть хп не хватает. Надо бы ее мясом попичкать. Насильно покормить. Еще змея. Нет, сейчас не будем пичкать. Когда мы кормим нашего раптора насильным мясом, он у нас отхиливается. Ну, конечно. Надо присесть на дорожку, а сзади хищная птица. Бежим, бежим, бежим. Или подраться с ней. Вроде бы она 16 уровня была. Давайте сразимся. Ой, нет, их 2. Бежим. Блин, я боюсь, что мы не убежим от них. Они же быстро гоняют. Рапочка, давай. Газу, газу, газу. Рапочка, все надежды на тебя. Устала. Рапочка, устала. Блин. Выносливость кончилась. Они догоняют, я слышу. Зараза. Твари такие. Неужели это смерть? Нет, беги, 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 мое хорошее. Блин, если бы это была одна хищная птица, мы бы убежали. И за выносливостью не уследила. Бывай, мои хорошие. Вся надежда на тебя. Снова выносливость кончилась. Так. Я их не слышу. Может быть, отстали? Они, кажется, успокоились. Да, убежали. Я уже думала, все, мне конец. Я хочу пить, и я хочу есть. Надо бы сделать где-нибудь остановку, напиться водички из болот и покушать мяско. Давайте перекусим на рапочке. И где бы здесь остановиться? Здесь опасно, много мух. Трайк ходит раненый. Кто-то, кто-то его хотел убить. Но, видимо, он отбился. Где же у нас красный обелиск? Вот он, да? Значит, мы совсем недалеко от дома. Попить водички. Успокоить нервы. И давайте покормим нашу рапочку насильным мяском. Так, выделяем сырое мяско и нажимаем кнопочку использовать. Она у нас кушает, и здоровье у нее восстанавливается. Мяска много, так что можно и побаловаться. Так, все. ХП у нее целое. Мы ее откормили. Я, знаете, что еще хотела? Побегать по берегу и поискать нефтяных жучков. Нам же нужна нефть, чтобы коптить мяско. Или же можно сбегать в зимний биом. Но на рапторе в зимний биом я боюсь бежать. Там очень опасно, да и долго это все. Лучше дождаться, пока у нас появится птеродончик, и потом уже спокойненько слетать в этот зимний биом и пособирать там нефти. Ух ты! Саблизубый лосось! Саблизубый лосось! Какая огромная рыбка! Давайте побежали домой и будем высматривать нефтяных жучков. Если попадется, то обязательно убьем. Так, это у нас рыбка. Тоже саблизубый лосось. Какая она у нас зубастая. Разделываем ее на мяско. И продолжаем наш путь к дому, высматривая жучков. Как-то я заметила, в этой стороне этих жучков мало. А вот в северной части острова, где я жила, там их была целая куча. Пиранья плавает. И вижу, рапторы бегают на той стороне озера. Крокодил валяется, загорает на солнышке. Нам же надо бы еще додошечек приручить. Самочка 20 уровня. Сейчас бы ее приручить, но боюсь, что до дома я ее не дотащу. А так бы еще на раптора посадить и притащить домой. Но, к сожалению, так нельзя. Поэтому бежим, бежим, бежим. К дому надо плавить железо, надо делать слитки. Надо выплавлять себе железное копье. Вот, кстати, да, железным копьем мы и пойдем на нефтяных жучков. А то сейчас чем мы их будем бить? Киркой разве что. Кирка тоже неплохое оружие. Так, где наш дом? Вот он, обелиск. А дом у нас должен находиться где-то со стороны водопада. Давай, рапочка, ищи дом. След. Так, где-то мы рядом находимся. Подождите-ка. Вот наш дом. Все, нашла, вышла. Мы снова дома, ребята. Так, ты у нас кто? Самочка 4 уровня. Обязательно приручить. Сейчас я закину железо в печку. Возьму лук. И мы поприручаем вот этих вот животинок низкого уровня. Сбегаем, наверное, даже за тудошкой. Надо фермочку свою расширять. И аэродроп у нас спускается около дома. Надо бы и туда сбегать. Урожай у нас растет. Потихонечку. Расти он будет несколько игровых дней. Поэтому можно на первое время про него вообще забыть. Яички. Дело фазавра у нас снесла два яичка. Ничего себе, как постаралась-то. Какая я умничка. Так, бежим к печке. Выкладываем сюда все железо. Зажечь огонь. Нам бы, по идее, надо еще пару раз бегать за железом. Потому что то, что я принесла, это маловато будет. Яички в кормушку. Все ресурсы в ящик, как обычно. Кремень. Кремень в другой ящик. Так, мне нужны теперь усыпляющие стрелы и лук. Потом мы сделаем себе арбалет. Обязательно. Пока что железо еще не наплавилось на арбалет. Наркотики. Так, а куда я складываю наркотики? Наверное, кормушка не лучший вариант. А яички мы выкладываем в термошкафчик. Так, у нас 19 яиц додошки и 7 яичек дилофазавриков. А давайте я буду в шкафчик выкладывать наркотики. Пусть здесь хранятся. Ну что, пойдемте сбегаем к аэродропчику. Он как раз у нас уже почти спустился. Не поняла. А, у нас здесь в гости пришел дилофазавр 64-го. Ой, паразавр 64-го уровня. Так, сначала к аэродропчику, а потом с додошкой и за дилочками. Так. Аэродроп у нас приземлился прямо на камне. Сможем мы до него добраться-то? Или придется камни раздолбить? Ой. Вот это не задача. Я здесь застряла. Придется камни долбить. Освобождать свою рапочку. Ну, у нас есть железная кирка. Ой, прости, моя хорошая. Прямо ей по хвостику ударила. Железная кирка. И мы сейчас очень быстро раздолбим все эти камни. И достанем аэродроп. Так, ну давай. Ну давай. Ну почти уже дотянулось. Нет. Придется и этот камень раздолбить. К сожалению, ребята, иногда аэродропы спускаются у нас прямо в камни. И приходится их как-то оттуда доставать. Седло для паразаврика. Синего качества. Броня 40. Это очень хорошее седло. Синего качества. Но, к сожалению, паразаврика я приручать не планирую. Поэтому рецепт для меня в принципе-то бесполезный. Ну пусть будет для коллекции. Так, аэродропы бегают. Но его пока приручать рано. У нас яичек еще не накопилось. Так, ты у нас какого уровня? Самочка 32-го, да? Давайте приручим. Так, достаем лук. Заряжаем его усыпляющими стрелами. Я думаю, с двух стрел она у нас должна уснуть. Ой-ой-ой, как это ты так попала в меня? Ах ты скотинка. Давай, засыпай. Уснула? Прямо со стрелой в голове. Ужас какой. Так, что мне тебе мясо надо подкинуть? Я думаю, стака хватит. Пусть лежит, кушает, приручается. А я пойду посмотрю. Вон там тоже делофазаврик ходит. Даже два делофазавра. Ты у нас кто? Самец. Самца убить. А ты у нас самочка, да? Восьмого уровня. Блин, скотина. Все-таки обрыгал меня. Так, надо сесть на рапочку. Ты ко мне, моя хорошая. Ой-ой-ой, как больно-то бьет. Вот скотина. Чуть не убил. Сейчас мы его быстро загрызем. Битва динозавров. Битва, конечно, не совсем равная. Все, загрызли, разделали. Уровень получили. Качаем скорость бега нашему динозаврику. Ой, как же мне плохо-то. Кошмар. У меня хп на донышке. Давайте-ка съедим парочку кусочков мяса. Подхилимся. Так, не поняла. Эта скотина не уснула? Я же вроде ее усыпила. Все. Теперь точно уснула. Так, рапочка немножко раненая у нас. Давайте-ка мы ее насильно поколнем мяско. Чтобы подхилить. И закинем один стак. Офигеть. Офигеть. Здесь карна. Бежим. Бежим, бежим, бежим. Как я его не заметила-то? К дому не бежим, а то приведем его домой. Уводим его от дома подальше. Капец. А у меня там два гилофозавра лежат на приручении. Жесть. Неужели мы их потеряем? Так. Карнатавра куда-то вылез. Неужели тот самый вернулся? Который мне как-то сожрал пол дома. Ну-ка давайте-ка вернемся. Посмотрим, куда он ушел. Обаудеть. Карнатавр. Где же он? По идее, я видела, что он там застревал. Мы его можем усыпить. Если он невысокого уровня. Здесь и дудошка ходит. Дудошку бы тоже приручить. Карнатавр пошел страйком биться. Вот если мы встанем на этот камушек, он нас не достанет. Давай, дожирай, Трайка. Нет, мне кажется, он все-таки высокого уровня. И вряд ли мы сможем его усыпить. Но попытаться можно. Просто проблема в том, что стрел-то у меня маловато. 24 стрелы всего лишь. И этого может не хватить. Так, он пошел биться с черепашкой. Все пожирающие карнатавр. Так. Здесь у меня лежит динозавр на приручении. И с той стороны тоже лежит динозавр на приручении. Сейчас та самочка проснется. Вот эта скотина упадет и сожрет ее. Мне назло. Так, что же нам делать-то? Как бы нам его усыпить? Или посмотреть, какого он уровня. Карна? Крокодил еще бегает с другой стороны. Так, два трайка побежали его бить. Давайте-ка я быстренько подбегу и посмотрю, какого он уровня. Догатый, ты какого уровня? Самочка. Не вижу. То ли шестнадцатого, то ли... Кстати, эти два трайка, возможно, его и забьют. Или мы и поможем. Добьем потом его. Укусим его за хвостик. Давайте-давайте, трайки. Почти забили. Молодцы. Умнички. Справились. А я его на мяско разделаю. Угроза устранена. Шестьдесят четвертый уровень. Жесть. Да, я бы его приручить не смогла. Трайки спасли. Спасли моих дилофазавриков. Так. Эта самочка у нас уже приручилась, лежит. Давайте-ка теперь ту приручим. А то она скоро проснется уже. Мяска в кармашек. Что за провисончик? Сохранение на сервере? Что ж такое-то в воду упало? Давай, залазь на камушек. Да что ж ты... На камень залезть не можешь. Так, заходим к ней в инвентарь. Что-то не хочет заходить. Закидываем ей мяско. И сейчас она покушает и приручится. Все. У нас есть две самочки. Ой, бедняка, вся израненная. Давай-ка я тебя покормлю мяском. Немножечко тебе подниму хп. И побежали домой. Надо отвезти вот этих вот двух самочек. Ты у нас кто? Тоже самка 12 уровня. Может быть тоже приручить ее? Так. Ставим всем пассивку. Все за мной. Так, самочка. Уснула сразу же. А ты кто? Так, а ты свой, да? Свой питомец. Хотела ей уже в лоб выстрелить. Так, ну что, неплохо. Убили Карна. И приручили трех самочек. Так, мяско закидываем ей в инвентарь. Пусть лежит, пусть приручается. И где-то здесь я еще видела дудошку. Дудошки мне сейчас кажется полезнее, чем... Чем вот эти вот дилофазаврики. Так, ребята, за мной. Ты у нас кто? Тоже самочка, 12 уровня. Давайте-ка, может мы ее тоже приручим. Так, стоп, стоп, стоп. Пассив. Всем пассив. Не трогайте ее. Нельзя. Фу. Нельзя. Мы ее сейчас будем приручать. Держи тебе мяско. Пушай. Приручайся. Или давайте, ребята, мы их дождемся. Сразу же четверых отведем на базу. Так, трайк-то какого уровня? 76-го. Ух-ух-ух, понятно, почему ты карно забил. 64-го уровня. С таким трайком лучше не связываться. Насадит на свои три рога. Мало не покажется. Так, ну что там у вас, ребята? Приручаетесь потихонечку, да? Да, потихонечку приручаются. Что, моя хорошая? Будешь мне яички нести, да? Сейчас я отведу тебя в стойло. Там ждет тебя самец. 12-й уровень. Да, надо бы дождаться. Так, а это у нас дикий самец. Диморфодон. Диморфодончик. Тоже бы его приручить? По идее... Хотя нет, мне он не нужен. Он несет у нас яички для приручения... Для приручения. Я сейчас вспомню. По-моему, оленей. Олень у нас хорошо собирает солому. Ну что, давай уже просыпайся. Я тебя заждалась. У нас такая бригада, и все ждут одного. Так, теперь все за мной. Садимся на рапочку и побежали домой. Домой, домой, домой. Отведем всю эту бригаду. У нас, наверное, уже железо готово. Сейчас, ребята, мы скрафтим арбалет, скрафтим пику себе. И надо будет побегать по берегам, поискать этих нефтяных жучков. Набрать мяско побольше, нажарить. И накоптить. Бегут, бегут, бегут. Целая бригада. Где бы мне дудошек найти? Вон птичка ходит. Вон она, красавица. Надеюсь, что это самочка. Так, девочки, все сюда, к воротам. Раз, два, три. А где четвертая? Где-то мы четвертую потеряли. Так, ладно. Сейчас я за ней сбегаю, посмотрю, где она у нас. Так, стоим здесь, ждем меня. Где-то мы потеряли одну самочку. Вот она у нас где. Что ты там за камень зацепилась? Ко мне. Проведем тебя другим путем. Ой, там тоже с делов азавры бегают. И компе у нас тут появилось. Ничего себе. Компе убить. Животное вредное. Противное. Еще и не одно. Ой, сколько их тут. Там лиды уже. Такие маленькие вроде бы, а такие крепкие. Так, у нас дождик пошел. Сейчас мы девочку заведем. В вольер. Давай, моя хорошая, ну давай, поторопись уже. Нет, ну надо же ей обязательно застрять. К воротам. И давай сюда, поближе к самцу. Все, сердечко над ней появилось. Значок кормушки над ней появился. Значит, все у нее хорошо. Теперь, пойдемте наконец-то скрафтим себе инструментики. Двадцать девять слитков у нас получилось. Все это дело выкладываем в верстак. Так, что мне нужно прежде всего? А мне все надо. И арбалет нужен. Что такое? Ой, я испугалась. Я боялась, что мне не хватит металла. А у нас не хватает только всего лишь дерева. Дерево у меня в достатке, не проблема. Так, теперь крафтим еще пику. И топорик. Все. На самое необходимое у нас хватило железо. Даже уровень подняли. Все, ребята. Жизнь наша упрощена. У нас есть железные инструменты, у нас есть железное копье. С помощью этого железного копья. И благодаря тому, что у нас прокачана рукопашка, мы сможем убивать черепашек. Очень легко и просто. Вот только надо динозаврикам своим поставить пассивку. Иначе, если черепашка меня ударит, они все побегут за меня заступаться. Всем ставим пассивку. Так, где моя рапочка? Рапочка моя, ты у меня застряла, да? Сейчас я тебя вытащу. Так, стой здесь, жди меня. Я пойду забью черепашку. Затыкаю ее копьем. И потом сбегаем, посмотрим, что за додошечка там у нас бегает. Надеюсь, что самочка. Надо бы заняться приручением додошек, побольше их приручить. Так, качаем себе, как всегда, рукопашку. Я вижу, у нас уровень поднялся. 150 процентов дамага в рукопашном бою. Черепашенька, ты готова умереть? Тыкаем ей в голову и потихонечку отходим. Из-за того, что у нас копье, она достать не может. Поэтому черепашки убиваются легко. Ой. Так, разделывать, наверное, буду я топориком ее. Нам будет падать меньше мяса, но больше кожи и больше чешуек. Больше хитина. Хитин нам понадобится на седло для птеродончика. Там, по-моему, 80 или 90 надо хитина, кератина набрать. Это чешуйки, это вот эти вот все клыки. Кстати, а сколько у меня вообще этих чешуек за набрано? 21 штучка. И 8 кератина. Маловато будет, очень маловато. Хотя, погодите-ка, по-моему, у рапочки еще был хитин и кератинчик. 24 хитина и 1 кератин. 120 кожи. Ничего себе. Это мы там поубивали жучков всяких, мелких хищников побегали с ней. Итого получается 45 хитина. Да, надо бы еще побегать, поубивать насекомых, покопить хитинчика. Иначе мы не сможем скрафтить седло на тирадона. Так, что еще мне выложить надо? Седло на паразаврика. Синее. Ладно, пусть лежит, вдруг все-таки пригодится. Хотя, я в этом, конечно же, сомневаюсь. Кожу тоже выкладываем. Камушки сюда же. Лук. Лук мне не нужен, но пусть будет на всякий случай. Запасной лежит. Мало ли что случится. Арбалет, ребята, очень красивый. Просто обауденный. Мне так он нравится. Красота. Шикарно сделанный. И стреляет очень хорошо. Дудошкино яичко в кормушку. Мяско тоже все в кормушку. Так, я еще кремень не выложила. Кремень в ящик. Ну, вроде бы все. Так, помню, что я ставила мяско жариться. Мяско тоже запаслась. Погнали, посмотрим, что за дудошечка у нас ходит на берегу. Дудошечка, я иду к тебе. Если ты самец, то пущу на мясо. Если ты самочка, то унесу на руках тебя к своему дому. Так, где плодок, пожалуйста, не сагрись на меня. Где-то же здесь она бегала. Дудошечка. Где ты, моя хорошая птичка? Странно. Может быть, ее кто-то съел? Или же она куда-то ушла? И, кстати, ребята, надо же серию уже заканчивать. Я совсем забыла про время. Давайте-ка мы займемся всем остальным в следующей серии. Я здесь уже сама побегаю. Если найду дудошек, то поприручаю. Если нет, то нет. Дождусь, когда они сами ко мне придут. А, вот она красавица ходит. Самочка 12 уровня. Точно. Давайте-ка мы ее сейчас и приручим. Заряжаем наркотические стрелы. Я думаю, с одной стрелы она у нас упадет и уснет. Ну, как быстро. Ягодок у меня нету. Ягодки не взяла. Ну, не проблема. Дом рядом. Что, ребята, я с вами прощаюсь. Увидимся в следующей серии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok